И так, ну что ж друзья, зрители и подписчики моего канала, я предоставляю вашему вниманию игрушку под названием City Sky Но для того, чтобы сделать там наше водохранилище и нашу дамбочку, необходимо для начала увеличить наше население Хорошо, сейчас мы этим займемся Но прежде чем начать строить, я тут увидел проблему, которая у нас возникает Вот райончик мы построили, здесь новый, но совместить его никак не совместили с нашим районом, в котором находится метро Сейчас я, пожалуй, буду решать эту оплошность Так, я метро провел, вроде как сейчас все основные наши проблемы этого райончика должны исчезнуть Потому что люди, которые здесь проживают, должны будут уже обучаться непосредственно у нас в университете Как же наши линии метро все-таки преобразились Я решил здесь делать еще парочку автобусных маршрутов, я думаю, лишние в любом случае они не будут А также я продолжаю заниматься облагоражением нашей территории, а именно строительством пандусом и немножко выравниваю ландшат В общем, я работаю тут над деталями, это немножко муторная работа, поэтому по большей части все это не записываю Ладно, хорошо, я вот эту часть полуострова буду застраивать только в том случае и только тогда, когда он мне будет весь доступен Это будет доступно мне очень нескоро Если посмотреть по статистике наших университетов, по 560 учатся здесь всего людей В этом всего 174, это крайне мало, учитывая то, что наше население 25 тысяч человек Я сейчас немножко здесь с дорожками займусь, потому что это вообще не дело Так, вот, чем я и занимался последние полчаса Тут просто творился такой вот ханалия В общем, из-за того, что наша линия метро на самом деле не приносила тех плодов, на которые я рассчитывал И, в принципе, она не приносила ничего нам полезного Я принял решение и полностью избавился от линии метро Как можно видеть, теперь нервов нашего города не так много И также, если можно было бы посмотреть по нашей статистике Я понимаю, я сейчас могу, да, заняться этим Общая прибыль нашего города от линии метрополитена оставляла, ну, то есть гигантские расходы И, в принципе, от метро мы только теряли Планирую просто его реконструировать немножечко И сделать хотя бы таким образом, чтобы оно работало более лучше, что ли, можно сказать Планирую вообще, в принципе, переделать весь общественный транспорт, который у нас есть в наших районных городах То есть сколько у меня, в принципе, веток вообще метро у меня останется по минимуму Одна ветка метро будет непосредственно в нашем новом переоборудовании этом райончике Который в любом случае будет подвергаться переменам Но пока я здесь его размещать из линии метро не буду Две ветки метро непосредственно находятся в нашем маленьком городке Ветки метро нужно будет разместить хотя бы одну штуку в нашем большом промышленном районе Непосредственная близость с дорогой Я думаю, одной здесь веточки метро за глаза хватит Ветка метро непосредственно в близости рядом с нашим университетом Так, ну и думаю, одну штуку как минимум разместить в этом районе Думаю, такого количества мне очень хватит А, также ветку метро я забыл разместить в нашем промышленном райончике Ну, думаю, да, одной штучки мне за глаза тут хватит где-нибудь Вот в таком вот месте И в итоге ветки метро стали выглядеть вот так вот Что является не очень тушь и нагруженным И, соответственно, я думаю, это принесет нам какие-то плоды свои, соответственно Так вот, теперь я создаю маршруты для линии метров Вот, и в итоге выглядит это примерно вот так вот все дело И теперь запускаем время и смотрим, как бы сейчас не начался дикий и жестокий ахтунг На мое удивление, с нашими, во-первых, деньгами натворится что-то чудесное И они примерно такие же, как и были до начала моей реконструкции И переделывания всего и вся Что меня не может, соответственно, не радовать А по нуждам людей их стало не то, что меньше Но они, в принципе, ни на что не жалуются, кроме вот этих вот И, соответственно, смотрим на все дело, которое я вообще начинал это все Университет доступен для 5000 населения А учатся тут по-прежнему 900 всего человек Так, возле метро, которое у нас находится в этом маленьком городишко Я решил сделать такой вот небольшой потеный переходик Где автобусы могли бы высаживать здесь людей А люди уже непосредственно могли входить на метро И все замечательно будет И можно поглядеть сейчас по линии метро Прошло какое-то время моей игры И метро активно сейчас пользуется Это меня не может не радовать А по состоянию нашего университета я хочу посмотреть Да, людей все-таки в этом районе Они обучаются практически в нашем университете Коль у нас здесь появилось метро и доступ к нашему университету Все должно образумиться и должно быть все замечательно у нас А теперь нужно заняться непосредственно вот этим вот райончиком И его расширить до наших пределов, которые здесь вообще есть Примерно вот такой вот у нас райончик в итоге получается Я решил здесь не награживать ничего И решил то, что здесь в принципе плотность застройки будет не такая большая И пробок здесь не должно наблюдаться Поэтому такие вот дороги у нас затекодятся Решил сделать везде это двустороннее движение Надеюсь, это какую-то продуктивность нам даст Остался здесь вот небольшой райончик нас заполнить И можно будет заселять уже здесь наших жителей Ставлю здесь я линию метро, как хотел Примерно вот сюда, я думаю, да Я разместил здесь пару парков А сейчас непосредственно осталось разместить те зоны, которые здесь когда-то были удалены И вот эту часть я пока не буду застраивать Потому что я не знаю, что еще тут будет Но сейчас я знаю точно по всему Мы в принципе должны сейчас просесть Но я думаю, если у нас здесь застройка начнется, то приседать мы и не будем Прошел небольшой промежуток времени, в принципе И сейчас по потребностям я посмотрел Нам необходимо просто подождать, когда население нашего города придет в норму И появятся какие-нибудь потребности Например, потребности в жилых зонах или коммерции, как было недавно Потому что в данный момент я застроил тут районы, которые остались все-таки у этого яйцеобразного участка города И дальше будем делать, посмотреть, что и как тут делать Я вижу, что тут небольшая пробочка, в принципе, у нас организовалась Ее можно, в принципе, убирать И это делают очень просто Размещением здесь, точнее убиранием от Седова парочки светофоров, которые здесь, в принципе, и не нужны Смотрите, ребят, тут дорога аж шестиполосная Вот как минимум вот это вот Но они все толпятся в одну сторону Этот поворот разрешен, как я вижу, во все стороны Они тут могут перестраиваться, как только хотят Они едут тут И спарятся вот на этом моменте Наблюдается острая у нас потребность в жилых зонах Я посмотрел долго за этой пробкой Я ума не приложу, как ее решить Есть у меня парочка вариантов Один из них это размещение вот здесь вот такого типа дороги Я здесь ее разместил В принципе, это должно решить нашу проблему Но то, что водители себя ведут так нелогично Это все-таки проблема Но я думаю, она решаема Но сейчас у нас главная потребность в жилых зонах Поэтому давайте ее восполнять Можно начинать здесь строить в этой, в принципе, плоскости райончик жилой Я думаю, давайте и начнем В итоге я недолго думал Решил сделать здесь простенький такой квадратно-глинтовой городок И сейчас здесь будем заселять непосредственно всех жителей, всех видов и возрастов Но прежде чем заселять сюда обычных жителей Я решил здесь провести электричество и водоснабжение Чтобы не мучиться с этим потом И начинаем заселение непосредственно тут жилых наших зон Я тут выделил, кстати, небольшое вот здесь вот местечко, в принципе Вот это вот квадратик можно отдать под какое-нибудь культурное массовое мероприятие В плане того, что можно здесь построить какую-нибудь достопримечательность В принципе, вот неплохой храм Который можно здесь вот построить А возле него большая зона будет с большой коммерцией непосредственно Вот и замечательно В принципе, здесь вот если купить клетку То можно будет разместить у нас вокзал Для того, чтобы сюда, в город, могли поступать необходимые так нам новые туристы А сейчас предлагаю время пустить так же по самотеку, так же вперед Для того, чтобы непосредственно устаканилось наш город Ой, как тут много заброшенных мест в здании Опа! Лесопереработка наша достигла 4 уровня Это не может не радовать нас Я тут занимаюсь пока почвой И это не особо интересно, но все же В итоге, можно посмотреть, у нас все устаканилось И нашему городу снова нужны жилые зоны Значит, их просто можно увеличивать Я думаю, то, что вот этот квадратик полностью можно отдать под коммерцию Потому что он находится рядом с нашим храмовым комплексом И это позволит нам непосредственно продавать всякие сувениры и прочие продукты Что позволит нам немножечко повысить доходность от нашего туристического комплекса Я посмотрю, тут можно, в принципе, размещать паромные депо И так как у нас есть тут какое-никакое сообщение между всеми городами По крайней мере, по воде Я думаю, это очень хорошая идея Но этим заниматься крайне рано Потому что у нас сейчас есть другие проблемы Гораздо более актуальные, чем депо паромное По-прежнему, высокая потребность у нас в жилых зонах И, пожалуй, нужно размещать жилые зоны Как бы это было бы не странно Я продолжаю здесь размещение всяких райончиков Которые необходимы так нашему городу В частности, жилые зоны и коммерцию Делаю здесь небольшие разветвления Но, в общем, особо ничего такого интересного здесь не происходит В частности, я вот сделал У нас наш район выглядит примерно вот так вот в данный момент Я вижу, тут наблюдается проблема с мусором, кстати, и с пожарными Ну, с пожарами это понятно Потому что тут, в принципе, пожарных служб никаких нет Их необходимо поставить в любом случае И я так думаю, что свалочку разместить было бы здесь не лишним И мы наблюдаем то, что наш город стал непосредственно столицей И население нашего города превысило 30 тысяч человек Что меня не может не радовать А по клеткам я, пожалуй, куплю Вообще, у меня очень тут сложный выбор стоит Либо купить вот эту клетку Либо купить вот эту клетку Объясняю Если я покупаю эту клетку, я строю здесь дамбу Как я и хотел, в принципе Или я покупаю вот эту клетку И строю здесь непосредственно огромный город Как я и хотел Пожалуй, я улучшу вот эту вот Куплю клетку Что позволит мне в скором времени увеличить население нашего города Что позволит мне непосредственно еще раз Купить 2 на 2 километра клетку Так, тут я вижу проблемы с мусором Но это можно решить Построю здесь недалеко где-нибудь свалочку Я думаю, я сделаю вот здесь небольшое ответвление И построю здесь непосредственно мусорный наш завод То есть непосредственно свалку И штучки Три наших перерабатывающих центра Я понимаю, что это вызовет небольшое загрязнение Но, я думаю, будет этого стоить То есть на этот район нам хватит Потому что вот этот район с мусорными словалками Находится уж слишком далековато от этого района И мусоровозам отсюда добираться сюда очень проблематично Я вижу, что тут со смертностью проблемы Я не понимаю, на самом деле, в чем проблема здесь Хотя кладбище заполняется очень резко Это офигенно Пока я ей не занимаюсь, но она там развивается потихоньку Позже я ей занимаюсь, пожалуй Я посмотрел И не заметил И вернее проморгал очень сильный момент Тот самый, когда у нас не стало не хватать Водоснабжения и канализации непосредственно Что с этим поделать И, кстати, мы можем тут вставить экологическую водоочистную станцию Что меня не может не радовать Но прежде чем ее ставить Давайте, в принципе, посмотрим по экологическому состоянию нашему Я помню, что здесь много смертей Но сейчас я этим не буду заниматься Так, по экологическому состоянию Это сколько занимает? Уход за этой стоит 640 Уход за этой стоит 560 Ну, я думаю, ответ очевиден Какие лучше ставить Но это лучше сделать на паузе Я разместил тут 4 штуки И будем надеяться, что этого нам будет хватать Для того, чтобы сливалась вся вода в нашем городе И да, это замечательно Хватает даже очень слегкой И можно наблюдать то, что Если я сейчас включу карту загрязнений То загрязнения практически нет А то, что вот здесь вот это все загрязнение Это осталось с наших прошлых загрязняющих станций Вижу, потрянутся у нас по деловым зонам Поэтому здесь вот нужно размещать промышленные зоны В принципе, это одно и то же И я думаю, что размещу я здесь вот хотя бы парочку И будет замечательно, уважаем Так, тут слишком много смертей И почему-то трупы никто не убирает Ну, посмотреть, что по ритуальным услугам у нас Я так понимаю, одного кладбища на весь этот район не хватает Поэтому давайте еще одно построим на всякий случай В принципе, здесь можно сделать небольшое ответвление И построить его тут Думаю, это будет хорошая идея Так же, как мы делали с мусорками Только уже непосредственно с кладбищем Строю здесь я раз кладбище И, пожалуй, еще одно кладбище Не будет здесь лишнего в любом случае По-прежнему потребность в нашей промышленности Поэтому давайте-ка ее и разместим здесь, в принципе Я не хочу сразу весь этот район закрашивать Потому что мы помним прекрасно, чем это закончилось у нас в прошлый раз Ой, а тут что такая пробка-то? И тут у нас пробки начались Какие у нас пробки тут на шоссе-то? Вот эта пробка понятна из-за чего Грузовики и личный транспорт, которые едут отсюда Непосредственно хотят попасть вот сюда На эту сторону А им непосредственно нужно занимать вот эту сторону развязки И, соответственно, это тратит очень много наших средств и сил То есть нужно как-то переделать развязку Так, чтобы у грузовиков был доступ на вот эту линию шоссе Кстати, очень можно легко решить Сделаю я тут мост И непосредственно его улучшаем До шоссейного уровня Я думаю, это должно по-рублему нашу решить Да, некоторые уже проветители стали выбирать вот эту развязку Нежели вот эту Я думаю, что это должно у нас как-то Разгрузить у нас все Только вот здесь не мешало кольцевую развязочку сделать Максимально странное, но все-таки это кольцо Да, это очень убого выглядит Но я лучше ничего не придумаю В данных условиях своих Поэтому это выглядит как-то вот так вот И, как можно видеть, вот эта вся линия у нас разгрузилась Да, изначально пробок тут стало гораздо меньше Сейчас весь наплыв в машину уйдет Как же меня молния-то это пугает Да, сейчас эта пробка рассосется Можно заметить то, что я не строю ничего практически Кроме вот этого нашего нового района А население нашего растет Это меня не может не радовать Я смотрю, у нас резкий и неожиданно начались проблемы с полицией И в частности с тюрьмами То есть необходимо построить новую тюрьму Я так предлагаю, или что? Уровень преступности всего 10% И если посмотреть по карте То, в принципе, у нас нет ничего такого Что вызывает у нас такие ажиотаж Но тюрьму, кстати, необходимо построить будет Где-нибудь на удалении Ой, тут пробка образовалась С чего бы это вдруг? Потому что все хотят Блеть Давайте так вот сделаем, ребят И мне кажется, это решит очень много наших проблем То есть я решил Сделать так, чтобы все наши потоки Весь наш поток машин объезжал эту пробку И не стопорился вот здесь вот Да, вот теперь у нас появилось здесь кольцо Очень немножко туповатое Но все-таки это кольцо, да? Да, и люди теперь здесь стали стопориться Блин, долбаные люди Знак стоп здесь убираем И вроде как это должна наладить все наши проблемы Я как погляжу Вот это вот очень стрёмненькое кольцо Хоть и несмотря ни на что Оно справляется со своей задачей Кстати, я не понял, откуда у нас взялось Но на 23 тысячи плюс финансов Неожиданно Хотя вроде никак я финансов никаких Не делал такого специализированного Чтобы они прибавляли Но все же факт того, что они прибавились Это да Я создал тут какую-то гигантскую просто пробку Так, откуда эта пробка взялась? Машины? Наплевать на все правила дорожного движения Поворачивают в крайнюю третью полосу Блин, как это вообще происходит? Так, хорошо Это можно сделать, разместив здесь дополнительную развязку И как мне кажется, я небольшим своим колхозом смог решить наши проблемы Как минимум поток теперь машин, которые едут по шоссе, не нарушен Остался поток, который едет по вот этому шоссе Давайте поставим здесь маршруты Точнее по стрелкам Здесь знак стоп уберем и посмотрим, как это все решится Почему у нас с мусором проблема? Ну это, думаю, решаемая проблема В этом проблема наших мусоровозов Почему они не ездят и не убирают? Это к ним вопрос Давайте просто для удобства наших мусоровозов Здесь какой-нибудь участок совместим Вот так вот Чтобы мусоровозы в случае чего могли вот так вот поворачивать И собирать наш мусор вот здесь вот Почему мусоровозы сюда не едут? Давайте временно увеличим Бюджет на всякого рода мусоровозы Тем самым увеличив их количество Два используются, два используются, не используются В полной мере все мусоровозы, которые доступны Давайте вот так вот сделаем Вот здесь вот такую вот развязочку Ну-ка посмотрим, это поможет решить проблему Да, аллилуйя, они поехали сюда А что, до этого-то не хотели? Все, я думаю, сейчас проблема с мусором у нас решится Ну да, пришлось парочку заводов посносить Ну а что ж теперь? Теперь вроде как все проблемы решены Но это не точно С этим районом мы проблемы решили Начались с этим проблемы районы Хорошо, давайте его переделаем Все, вроде как и этот я вот такой вот развязочкой нашей разгрузил И теперь с ним должно быть тоже полегче как Никак, я надеюсь на этом Я вообще что предлагаю? Я вижу то, что большой процент людей с этого города Едет сюда Точнее хочет ехать сюда Но не может Из-за разного рода проблем Я предлагаю сделать здесь гигантскую развязочку На месте этого моста Чтобы люди имели возможность приехать непрямиком вот сюда Давайте этими займемся Так, вот эту развязочку такого типа я сделал Может быть впоследствии я ее переделаю вообще в другую развязочку Наподобие клевера, который здесь Но осталось нам соединить Все, мы соединили И мост вроде как построен Сейчас электричество перебилось Да, электричество перебилось Перебилось, что не есть хорошо И нужно его восстановить Электричество я восстановил Чуть приподняв наши электровышки И теперь должно у нас с трафиком быть полегче как минимум Я надеюсь на это Потому что сделана еще одна развязочка И сейчас посмотрим по трафику Судя по нашим линиям Этим маршрутом очень часто пользуются То есть он востребован Это замечательно Это не может меня не радовать Вот здесь, пожалуй, нужно разместить какое-нибудь кольцо Оно здесь явно лишним не будет И поможет нам разгрузить немножечко весь трафик Все, кольцо сделало развязочку у нас И это должно переносить какие-то свои результаты Пробок я здесь не вижу Меня и радует это Кстати, и пробка, которая была здесь Она исчезла Потому что людям стала не востребована эта дорога Что меня очень сильно радует Давайте посмотрим по трафику сейчас Было 70, сейчас 70 Хорошо Не особо-то мы решили Ну а впоследствии здесь я буду размещать уже непосредственно Нашу гидроэлектростанцию И переносить туда наши экологические вычистные станции Ну а на этом я буду потихонечку заканчивать Ну а дальше только интересней И надеюсь вам понравилась эта серия Ну и я не прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok